Скифские наконечники. Ребята, взял себе, гляньте, покажу вам дома в альбомчик. Вот это вот, 1000 гривен, нечасто это, да? Сколько? 1300, да? Привет, друзья! На улице март, весна, а это значит, пора открывать сезон барахолок. Друзья, ссылочку на плейлист «Феномен барахолки» вы найдете в описании или в подсказке. А сегодня мы походим по рынку старых вещей города Харькова. Будет много интересного. Вот так выглядит, собственно, вход сегодня в субботу на наш рынок барахолку. Довольно много людей, гляньте. И давайте смотреть, что тут сегодня есть. Как она такая в таком состоянии? Попала в оборот, что ли? Кто-то заплатил, что ли? А куда знаю, мне как пронесли. Вот это да. Ну, либо кто-то, может, на сувениры. Они были без этих самых. А были же в таких упаковках красивеньких. Поиски в пруфе советских рублей для альбома. И вот такая стоимость приблизительно 100 гривен, да? А если вот в таком состоянии, вот этот, сколько стоит? Ну, тоже по 100 гривен, да, вот в таком состоянии. Более-менее, да? Обычно все ходовые и убитые. Понял, в таком состоянии это ходовики. Ага. А вот этот обычный, наверное, стоит сколько-то. Почем они? Да, этот 20 гривен. Молния, барабан, палочки, 550 гривен. Слушайте, красота. Так. Набор, наборная гривна, 16-ая. 20 лет. И сколько денег 20 лет? Реформа и 400 гривен. О, 400 гривен просят. Было вчера 300, 350, 300. Ну, они сейчас поднялись, они крепко, они сейчас 400, 450. Еще и с патиной, ну. А это первая мировая, да? Ну и цена хорошая, да? То есть, когда тебе не тысячи гривен, да? То есть, это 300 гривен вообще. А, а это дешевше, да? А, ага. А это, что, состояние хорошее? Вторая мировая. Ага, а пистолет? Такий. 500 гривен. А это он уже как-то законсервирован, да? Вы консервировали? А что он такой блестящий? Промесли жжет, она вообще по-другому жжет. А, ага. Выдашит на продажу. Угу. Сколько денег? 500 гривен. Вот это. Англия, да? Англия. Сколько денег? 400. А какие подешевле, в районе 200? Поменьше, да, наверное? Вот это 200. Ага. 200, 200. Ну, вот так. Все. Спасибо. Говорящая тарелка. Каждая тарелка расскажет какую-то историю о Жанне Дарк. Стоимость 1500 гривен. Сейчас тоже покажу что-то интересное. Может, что-то такое, что у меня нет у вас есть? А, она редкая. Украина вот. Ну, да, я подавляюся. Филин редкая. Филин редкая. А, обиходка редкая. Обиходка я не занимаюсь. А, не занимаюсь. А, а роллы, да, есть? А почему роллы? 15 гривен монета. Вон они. Ага. Так, ну, пароль роллчиков себе взял, чтобы заполнить альбом. И покажу вам альбом уже, собранный десятками в следующем видеоролике. Продают их по 15 гривен. Ну, сверху там 100 гривен, если на ролле. Можно покупать, накидывают. Я не знаю, где вы что-то. А сколько стоит? Я тоже не знаю. Причем, египетский бог. Это у нас... Гравюра, как называется, да? Да, гравюра. Я купил сам это. А сколько стоит? А, или не продается? По две серии. Ну, как? Все продается, да? Да, две серии. А они, как бы, серые. Это и гравюрные. Ага. А еще гравюрки есть какие-то? Или только в этой дизе? Ну, вот, литогатка. Цветная, да? Ага. А те, почем большие? Да, тоже померят. Если всего там, да, говорим. Ну, бинокль сколько бьет? Далеко? Да, за Горизонт. 800 гривен. За Горизонт. Это недорого. А есть в судах с Харьковом еще какие-то тарелки? Харьковские тарелки, там, может... Может, виды Харькова, анима? Харьковские авиационные... Латунная, да, наверное? Не знаете? Да. 50 гривен. Вот такая. Ну, там красивее и выше. Вот это? Ну, да, надо. Посеребреная, да? Сколько это стоит? Есть не гривен. Жалко, жалко, затасканно немножко. А такие, чтоб... Ну, 500. Серебро. 500, серебро. Ага, а это? Это что-то легкое. Мельхиор, да. Мельхиор. А в серебре только вот это, да? Да. Многие знают, что дорогими считаются игрушки, вот такие для деток советские. Вот видите, такая машина тоже стоит, наверное, денег. А сколько стоит вот эта машина? Просто машина 2300. Ага. Есть педали там даже, но руль, к сожалению, сломан. А самокатик такой сколько стоит? Самокатик 250 гривен. А какого года примерно, не знаете? 50 после военного. А это тоже... Машина 70. То есть этот он постарше, получается, да? Ну, конечно. То есть такое. А что-то еще есть такого уровня? Нет, пока нет. Вот лучше уходит, чем серебро. У меня мужик сазано на 3000. Ну, все понимают, что, да, золотишко. Такой красивый календарь перекидной с Харьковом. Раз. Харьков. И здесь еще другие города. И фотик такой. А фотик почем? Такой красивый. Складной, да? Вот гляньте, просто летит снег, а солнце фигачит. И на нас падает. Обалдеть. Класс. А я не знаю. Я все равно это загадил. Я уже... Для любителей поиграть в шахматы. Интересно, какие цены. А почем шахматы? Вот, например, какие-нибудь такие. Вот эти вот. Тысячи. Тысячи. А поменьше вот эти маленькие? Я бы, например, просто... Как это называется? Я знаю, что эгоист есть у нас. А этот трактирный. А этот трактирный. На 10... 50 литров. И сколько такой стоит? 18 тысяч. 18 тысяч. Старик и золотая рыбка, да? Сколько вот это? Тысяча триста. Тысяча триста. А да, это же подписано. Это подешевле. Фигуристка. В хорошем состоянии. Видишь, что все есть. А фигуристка сколько стоит? Здесь таки всем. Да, подешевле, поприятнее. Какая-то... Это художник, художник, как некоторые говорят, да? Тяжелый. Не только сейчас легковесный. Во-первых, это бронза старая. Старая бронза. Может быть, Польша 60-е годы, где-то так, да? Не знаю, вот предмета там дальше... И сколько стоит? Детки. Вот такие. Небольшие печатки. Гляньте, какие интересные. Опечатывать кабинет. И на этот, на что-то плавно... На воск, наверное, да? Или на пластилин. Бам! И все. Советский. А сколько стоит это там? 25-ка? А секунда номер в какую цену? Военная часть. Вот это вот. Тысячу гривен. Гляньте. И... Новодел. Гитлера. Две с половиной. Вот как шкатулка. Без ключа. Хорошая. Конечно, выглядит интересно. Может взять себе. Помыть, конечно, ее. Ну, ключ придется подбирать. Ключа к ней нет. 500 гривен. Птичками. Гляньте, какая. Какой, как вы говорите, это возраст? Вот это век какой? Это седьмой-пятый век. Седьмой-пятый. Седьмой-пятый. Это скифский, да, скифский... Скифский наконечник. Я знаю, что более редкие, которые вот такие сохранен, сохранившимся. Там вот этой штукой. Конечно. А это что такое? Это наконечник стрелы. Ага, ну, с каким-то таким. Ага, носился. Ага, интересно. Наконечник с как амулет. А сколько стоит? Такое, видите, оригинальное. А как понять, что он оригинал? То, что под этим коррозий, под этим штучкам, которые... Я вам гарантирую, что это оригинал. Своя нахуй. Ну, да. То есть обычно по каким-то... По какой-то патине, да, мы понимаем? По патине, по... А такой как стоит? Гляньте, какой. А это сколько стоит такой? 150 гривен. А можно вот здесь посмотреть? Да, конечно, можно. Сверите руки. 150. Противокольчужный наконечник, да, вот такой прям вкручивается, может быть, в полете. И сколько стоит вот такого в таком состоянии? 400 гривен. 400 гривен. Редко попадаются на Прикопе, да, вот такие? Да. Редко попадаются на Прикопе, да, вот такие? Да. Чаще всего, наверное, обычные наконечники. Ну, такой, или мелкие, да, какие-то? По-разному. А это считается наконечники не стрел, это... Это наконечники стрел. Такие просто огромные они, да? Да. Прямо приматывались. Кривская Русь, Казары, Катары, Аланы. Класс. Комода. Так, Динарий Комода, ага. Саня, Саня, твои эти слова сливают. Давай. Динарий Комода, реверс Рома, лицетворение Рима, сидящая на щите. Сидящая на щите, ага. И держащая Викторию в руках. Ага. Аверс, Комод, что про него интересного? Да ничего. Ага. А покажи, пожалуйста, еще другие, что там, какие они еще есть. Динари, вот. Какие сохранные бывают. Ага, вот Динарий, это кто? Это тоже Комод. Комод. Ага. И сзади? Эк, это справедливость. Ага. С весами. Понял. Фаустина, она когда правила после Комода? Это Марка Аврелия, жена. Жена Марка Аврелия, да? Да. А сзади кто тут? Церера. Богиня Церера. Ага. И третий кто остался, последний? Троян. Троян. Популярный, да? Ну, это ближе к первому веку. Ага. Судрой погоды. Класс. И тут? Смерть отца треек. Ага. Ага. Вот это, ребята, взял себе. Гляньте, покажу вам дома в альбомчике уже ее. Спасибо большое за монетку. Вот такая. 300 гривен обошлась мне. Как вам цена? Нормально? Ну что, под конец нашей встречи пошел вот такой вот снег, друзья. Напишите, как вам наш рынок старых вещей. Ставьте лайк этому видео. Всем пока, друзья. Спасибо. Продолжение следует...